Возобновляемые источники энергии должны покрывать до 86, еще раз, 86% потребности в электричестве. На конференции «Энергетический диалог» в Берлине обсуждали возможность и скорость отказа от традиционного топлива. Причем этот процесс, по словам немецких чиновников, имеет не только экологические причины, но и политические. Сейчас идет борьба за газовый рынок Германии между Россией, а также США и более мелкими производителями. Речь, в частности, идет о строительстве «Северного потока-2». Президент США Трамп не раз призывал канцлер Меркель отказаться от этого проекта, чтобы перейти в итоге на сжиженный природный газ из США. По словам главы МИД ФРГ Хайку Мааса, используя возобновляемые источники энергии, страны могут расширить свои возможности для повышения собственной энергетической безопасности. И подобные газовые конфликты будут в такой ситуации исчерпаны. О гипотетической возможности добиться этих 86% поговорим с Вячеславом Кулагиным, заведующим отделом исследования энергетического комплекса мира и России, директором энергетических исследований Высшей школы экономики. Вячеслав, здравствуйте. Добрый день. 86% — это же слишком высокая планка, мне кажется. Ну, высокая и достаточно амбициозная. Но, опять же, нужно понимать, что когда такие цели сделаются, они делаются, как правило, на перспективу 20-30 лет. То есть это не завтра, это не сегодня. Пока эти показатели значительно ниже. При этом, ну, мы знаем, что, ну, скажем так, лет 15 назад была поставлена цель выйти на 20% возобновляемой энергетики Европы. Вот сейчас уже до 2020 года осталось считанные месяцы. Пока до этой цели многие страны достигнуть не могут. Пока очень сложно вот на этим 20% приблизиться. В электроэнергетике здесь попроще, потому что если общее первичное энергопотребление, оно включает все сектора, там доля, как бы, 20 сложно достигаемая. В электроэнергетике ближе. Но 86% — это много. И 86% пока при современных технологиях с нормальной экономикой страны обеспечить не могут. То есть это взгляд вперед. Ну, вот смотрите, попытаюсь это объяснить. Давайте сначала разберемся, просто наверняка не все, я не понимаю вот сразу. Возобновляемые источники энергии — это ветряки, солнечные батареи. Что еще? Ну, прежде всего, ветряки, солнечные батареи. На самом деле, если смотреть в глобальном смысле, то у нас регион, где больше всего возобновляемых источников энергии — это Африка. По одной простой причине, что там есть дрова. А дрова — это возобновляемый источник энергии по классификации. То есть те источники, которые в разумные сроки можно возобновить. Немецкие энергетики не это имеют в виду? Естественно, они имеют в виду не это. Они полагаются, прежде всего, на солнце-ветер. В отдельных регионах где-то геотермалка. Естественно, это гидро. Но, опять же, если говорить о Европе, там потенциал гидро во многом исчерпан. То есть, ну, где можно было гидроэнергетику, там построили. Кстати, там Норвегия замечательно живет на гидроэнергетике, являясь крупнейшим производителем в регионы газа и нефти, и отвозя все это на экспорт. Им это не надо, у них гидроэнергетика. Но потенциал гидроэнергетики ограничен. А вот солнце-ветер потенциал есть, да. Но тут есть и проблемы, достаточно много проблем, с которыми сейчас сталкивается Германия, где пока не такая большая доля в Е. Хотя в отдельные месяцы, в отдельные дни они говорят, что вот она там 75% в точечный день в году достигла. Да, это действительно так. Но опять же, есть дни, где у них цена электроэнергии отрицательной именно из-за этого. Потому что они производят эту электроэнергию, одевать ее некуда, перебор идет по мощностям. При этом сегодня можно произвести 75%, а на следующий день произвести 0%. Потому что вечером там солнце не светит, а ветряки, либо очень сильный ветер, их приходится выключать, либо ветра нет. Вопрос накапливания. Это очень неустойчивая энергетика, она требует либо резервирования, а это ископаемое топливо, уголь, газ, либо накапливания. Но накопители сегодня настолько дорогие, что в промышленном масштабе они гонят цену настолько вверх, что потребителям, по-моему, сложно объяснить, почему цена так повышается. То есть вот сегодня, на самом деле, европейская энергетика вводит действительно ВИА и Германия. Ну, Германия — это прежде всего ветряной потенциал, ветряная энергетика, но она полностью дублируется энергетикой на ископаемое топливо. То есть даже если мы там часто эти станции используем, мы должны вложиться в то, что они стояли, держать резервное топливо и постоянно держать их, что называется, под паром. При этом, ну вот вы видите, что Германия говорит, нам нужен Северный поток-2. Он действительно нужен, потому что на ВИА полагаться здесь сложно. А в Германии планируется в ближайшие годы закрыть полностью атомную энергетику. Есть планы по выводу угля. Конечно, куда деваться. Здесь ВИА не закроешься, здесь нужно и наращивать потребление газа. Кстати, вот хороший пример Великобритании. Вот, между прочим, говоря о ВИА, если уже зашла речь о Великобритании, у нас вот о Брексите, тут постоянно все говорят, и сегодня очередное заседание. Вот, кстати, в части Брексита он один из инструментов достижения Евросоюза вот этих целей. Дело в том, что Британия как раз та страна, которая сильно отстает от этих 20%, и если она вдруг выходит из ЕС, то в целом по ЕС уровень доли ВИА возрастает. И они приближаются вот к этой заветной цели 20-20-20. То есть, как ни странно, но тут есть и так вот странно. Смотрите, а вот, да, политический Евросоюз может ли стать каким-то решением этой проблемы, поскольку, если, опять же, с моего дилетантского взгляда, закольцевать энергетические системы, то этот излишек можно надевать в другие страны? Ну, политически это уже есть решение проблем. Во-первых, цели ставятся на уровне ЕС. Была цель 20-20. В прошлом году активно обсуждалась цель к 30-му году 30% в энергопотреблении. Сейчас уже прошла корректировка, говорят про 20, хотелось бы 30, но хотя бы 27 достичь. То есть, понимают, ну, что это не совсем реально. А закольцовка есть, переброска электроэнергии есть. Но, опять же, перебрасывать электроэнергию на большие расстояния особо не получается. Германии бы решить с тем, чтобы внутри страны ее с севера на юг перебросить. Плюс, опять же, что такое электроэнергетика Европы? Это регионы с разными системами тока. Там разные системы тока, разное напряжение, разные устройства сетей. То есть, это не единая там вот одна сеть, где очень просто... За все эти годы они не смогли добиться унификации? Они не смогли. Вы посмотрите, как поезда ездят по территории Европы. Они либо меняют локомотивы, потому что просто подъехала, дальше система тока другая, либо там многофазные локомотивы, которые работают с разными системами тока, постоянно переключаясь. То есть, это так и есть. Это устройство, энергосистем такое. И на самом деле, переброска из, скажем так, с севера на юг энергии, она не такая простая и экономически, и технологически. И опять же, где гарантия, что там в нужный момент, в точке, откуда берем, появится нужная мощность? Да, перебрасывается энергия, например, атомных электростанций, где понятно, что они работают со стабильной выработкой. В стране, где она стоит, есть избыток. В соседней стране там нет. Ну, например, та же Италия, есть мораторий, есть планы, что атомная не строим, но при этом импортируют из соседних стран атомную энергию и спокойно ее потребляют. То есть, с атомной энергией это предсказуемо, с ВИЕ это очень сложно предсказуемо. При этом, ну, опять же, смотрите, вот даже взять страны, там, Африки, Ближнего Востока, вот там светит солнце. Светит солнце, и в этот момент пик потребления, потому что пик потребления на кондиционировании. В ЛАЕ жарко, светит солнце, все, вы можете полностью эту энергию использовать. А вот в Европе, во многих странах по-другому. Зачастую пики потребления не совпадают с пиками производства. Вот мы сидим вечером в Германии, нам холодно, и никакого солнца, тем более, ну, в осенний и зимний период не светит. Ветер не отменяют. Но с ветером тоже свои особенности. То есть вот иногда смотрели графики выработки, у германских коллег спрашивали, говорят, ну, вот все хорошо. А вот тут, скажите, что это вот ноль стоит, почему? Что вообще ветер не дует? То есть у вас нулевая выработка. Они говорят, да нет, слишком сильно дул, поэтому пришлось отключать. Или есть там периоды, когда перелетные птицы летят, и требования экологов, чтобы выключали ветряные электростанции. То есть это все происходит, и вот сильный дисбаланс. Вот, например, кстати, возвращаясь к Великобритании, интересную цель поставили они, ну, можно сказать, там, в 2012 году, отчет вот с 2012 года посмотреть. То есть у них там в основе во многом была угольная энергетика. То есть она обеспечивала и базу, и главное, всю неравномерность. Они поставили цель отказаться от угольной энергетики. Смотрим Британию через пять лет. Угольной энергетики почти нет. То есть они совершили, на самом деле, такое вот невозможное, они смогли от нее отказаться. Но чем она замещена? Прежде всего газом. Потому что газ может выступать таким же балансирующим топливом. Ну, хотя бы более экологичным. А ВИ уже нет. Спасибо большое. С Вячеславом Кулагиным, заведующим отделом исследования энергетического комплекса мира и России, поговорили о проблемах энергопотребления в Евросоюзе, о возможности перехода на возобновляемые источники топлива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова